Добрый вечер в эфире новости на своем. Меня зовут Никита Шишков и обо всех событиях уходящей пятницы расскажем прямо сейчас. Как лечиться тем, чья жизнь не сахар? Почему у диабетиков, которым положены бесплатные лекарства, не всегда выходит их получить? Разбирался Леонид Чапуренко. Посуда, продукты, сладости, предметы интерьера, все это сделано ставропольскими бизнесменами, участниками третьего городского форума предпринимателей. Все подробности в сюжете. Праздничное настроение за три недели до нового года. Ставрополь посетит главный Дед Мороз страны. Об этом и не только расскажем далее. Что ж, начинаем выпуск. Сегодня внимание всего Северного Кавказа приковано к Махачкале. Там проходит крупнейшее медийное событие нашего федерального округа. На берегу Каспия собрались журналисты со всего Северного Кавказа. Среди них и мой коллега Илья Захаров. Он зафиксировал самое важное в работе форума. Утро пятницы для участников медиафорума. В Махачкале началось в музее «Россия. Моя история». И, кстати, не только для них. Здесь сегодня много оперативных служб и вообще повышенные меры безопасности. Все потому, что сегодня ожидается пресс-конференция с участием полпреда президента ВСКФО, а также глав регионов округа. И, насколько мы пообщались с коллегами, вопросов к ним накопилось немало. Тон разговора задал полпред президента ВСКФО. Александр Матовников подчеркнул, главная задача СМИ сегодня – позиционировать Кавказ как регион мирный и динамично развивающийся. Те примеры, которые существуют и совместного проживания различных национальностей в различных субъектах, и показывают те достижения, которые в этом направлении. Мир, который существует на Кавказе, гостеприимство – вот это все больше показывает, чтобы люди понимали, не только, что Кавказ хороший, но вообще, что самый межнациональный округ Российской Федерации живет в мире и согласен. Первый вопрос пресс-конференции, пожалуй, самый важный. Он адресован всем спикерам сразу. Как идет в регионах реализация ключевых национальных проектов? И первым отвечает глава Ставрополья. Первый упор – это экономика. Мы вошли во всех экономических программах, у нас их 48, мы участвуем. Второе, вне сомнения, это поддержка тех граждан, которые сегодня нуждаются в нашей поддержке. Это многодетные семьи, это рождение детей, то, за что мы, наверное, все сегодня боремся. И третье направление – это направление будущего. Мы его сами создаем. Это программа «Дети», это вложение денег в образование. А после журналисты задали свои вопросы конкретным главам. И здесь сразу стали видны приоритеты республик – безопасность, инфраструктура, туризм и, конечно, экономика. Ну, так принято уже по традиции, все лучшее, все качественное самое за границу на экспорт. Не получается ли так, что мы лишаем земляков качественной продукции? Все лучшее дома, но экспорт нам нужен, чтобы мышцы наращивать и уже толкаться не только внутри российского рынка, но и на мировом рынке. Я уверен, что у нас, у Кавказа, у Ставропольского края это точно получится, а тем более за дело уже сделано. В Ставропольском крае мы должны в три раза нарастить объемы экспорта. Мы должны в 2024 году экспортировать около 2,5 миллиардов долларов продукции. Мы точно понимаем, как это сделать. В финале встречи журналисты поинтересовались у глав, какую самую невероятную фейковую новость они о себе слышали. Большинство спикеров согласились, что на ложь в интернете проще всего не обращать внимания, а делами доказывать свою правоту. С первыми лицами всего Северного Кавказа пообщались Илья Захаров и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Но теперь к другим темам. Как лечиться тем, чья жизнь не сахар? В Ставропольском крае больные диабетом имеют право на бесплатные лекарства. Но получить их в аптеке не всегда выходит. По крайней мере, так утверждает один из пациентов, житель Петровского городского округа. Что это? Единичный случай или системная проблема? Леонид Нечапуренко разбирался, есть ли возможность подсластить пилюлю. За долгие годы Виктор Васильевич из Константиновского привык к режиму строгой диеты. С 2006-го он на учете у эндокринолога. Диагноз – диабет второго типа. Жирно ему нельзя, копченое не стоит, молочная крупа и макароны следует ограничивать. Поэтому на полдник – кружка горячего чая и сулугуни. В отличие от соленых сыров, его врачи разрешают. И, конечно, никакого сахара. Только заменитель. Одна таблетка, одна чайная ложка. Ну вот послаще будем делать. Еще одно ограничение – нужно постоянно пить таблетки, чтобы поддерживать безопасный уровень сахара в крови. И этот пункт недавно оказался под вопросом. Бесплатные лекарства, положенные по закону, получить можно лишь в одной аптеке в Светлограде. А там сказали, что препарат закончился. Как действовать, не объяснили. На вопросы по телефону отвечают не слишком подробно. Наверное, у сотрудников много важной работы. Упаковка нужного лекарства стоит около 200 рублей. Деньги, может, и не самые большие, но пенсионеру дорога каждая копейка. Особенно в холодное время, когда приходится гораздо больше платить за коммуналку. Да и обидно мужчине. Почему не удается получить то, что положено по закону? Задержки бывают. Может, я не знаю, как у других. Есть люди совсем отказались, не стали туда ездить. За свои деньги покупаете и все. Это нет никакой нервотрепки. Деньги отдал, лекарства дома. Ну, правильно, это соответственно. Но, с другой стороны, раз нам положено под голову, пускай они отдают, нам тоже положено. Мы денег не просим, нам только лекарства дайте и все. Почему же возникают такие перебои? Для ответа нужно обратиться к цифрам. Всего на Ставрополье примерно 88 тысяч диабетиков. Некоторые из них оформили инвалидность. Они лечатся за федеральные деньги. Но большая часть, порядка 60 тысяч, это краевые льготники. И лекарства им оплачивают из бюджета региона. Вот как действует эта система. В конце года медики собирают данные из территории, где сколько диабетиков, какие именно лекарства им нужны. Потом все эти цифры объединяются в одну большую краевую заявку. В этом году понадобилась сумма в 300 миллионов рублей с краевого бюджета. Лекарства покупают и распределяют по муниципалитетам. Естественно, с точностью до упаковки все посчитать не получается. Люди могут переезжать, появляются новые больные. В общем, к концу года где-то препараты в избытке, а где-то заканчиваются. Их можно перераспределить, перевести из одного села или города в другой. Или докупить, но это новые расходы. В этом году власти пошли навстречу и профинансировали дополнительную закупку в 30 миллионов рублей. И таким образом избавились от дефицита. Пока все эти процедуры не оформили окончательно, в отдельных аптеках лекарства могли закончиться. Но главный эндокринолог Края уверяет, перебои были незначительными по срокам и точно не могли навредить здоровью пациентов. Конечно же, бывает, что когда препарата нет, можно выписать рецепт на ожидание. И по закону позволительно 10 дней рецепт ждет ожидания своего отоваривания. Но с таблизированными препаратами, конечно, это не такая большая проблема. Чаще всего пациенты имеют некий запас, который позволяет ему, так скажем, подождать, когда препарат приводит. Что касается конкретного случая, то лечащий врач Виктора Васильевича уже выписал ему другой препарат – глибинкламид. Это полный аналог привычного мужчине метформина. Его точно так же можно бесплатно получить в социальной аптеке Светлограда. В вопросе сложном, как врачебный почерк, разбирались Леонид Нечапуренко, Антон Красов и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Ну а теперь немного приправим выпуск. Добавить побольше горчицы решили аграрии региона. В крае почти в два раза увеличили площадь посевов этой культуры. Теперь горчица занимает на полях почти 18 тысяч гектаров. Из нее получают масло, производят жмых, делают горчичный порошок. Все это можно использовать в пищевой промышленности, парфюмерии и медицине. Кроме того, обильные посевы горчицы – это такая страховка на случай, если не взойдет азимый рапс. И горчица, и рапс – это так называемые культуры-предшественники. На полях, где они росли, пшеница восходит лучше. А в Кировском округе воры прямо во время кражи начали отмечать успешное дело. Злоумышленники приметили отсутствие хозяев и залезли в соседский дом. Украли телевизор, игровые нарды, хрустальный сервис, несколько бутылок алкоголя. Распивать спиртное умельцы, в кавычках, начали на месте преступления. После скрылись. Но полиция их нашла. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы. О других происшествиях расскажем в оперативной сводке. Несчастный случай. В Минераловодском округе вспыхнул пожар в частном доме. О происшествии стало известно в 2.30 ночи. На месте пожара обнаружен погибший. Два человека травмированы. Причины произошедшего устанавливают специалисты. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за непотушенной сигареты. Машина с сюрпризом. В Георгиевске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за административное правонарушение. Однако поведение водителя и пассажира вызвало подозрение. При осмотре в салоне авто нашли 7 сверстков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала в пакетах марихуана. Водитель прошел медосвидетельствование. Выяснилось, что он находится в состоянии опьянения. Дело передано в суд. Прокатился на чужом авто. Житель Шпаковского района, прогуливаясь по курортному Кисловодску, высматривал незакрытые автомобили. Обнаружив одну из таких машин, сел за руль, завел и поехал в соседний город. Там злоумышленник бросил машину. Ориентировку на автомобиль разослали патрулям. Машину нашли в минеральных водах. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Нерадивый механик, 50-летний автослесарь, в Ставрополе похитил топливно-заправочные карты машин, которые стояли на ремонте. И передал их третьему лицу. В результате злоумышленники похитили около 4000 литров топлива на суммы свыше 170 тысяч рублей. По факту присвоения и растраты возбуждено уголовное дело. Ну а теперь развеем некоторые мифы. В интернете активно обсуждается информация о том, что в несколько учреждений Ставропольского края в конце октября этого года поступило почти 6000 килограммов просроченной рыбы. Нарушение обнаружили специалисты Россельхознадзора. Вся проблема в документах на рыбу, где стояла сомнительная дата. По этому поводу начались разбирательства. Мы обратились за комментарием в управление ветеринарии по краю. Оказалось, что рыба была вполне свежей. И проблема в другом. Наши специалисты допустили механическую ошибку в оформлении документов. На самом деле продукция поступила не со стекшим сроком годности, а срок годности соответствующего до 22 февраля 2020 года. Как пояснили нам в ведомстве, сотрудница не до конца разобралась в новой компьютерной программе для оформления документов и ошиблась. Обещали таких промахов больше не допускать. А теперь о том, как не омрачить грядущие каникулы. Наступили холода, впереди новогодние и рождественские праздники. Но именно в это время случается больше всего опасных происшествий. В связи с этим в Ставрополе провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обсуждали готовность дорожных служб к снежным заносам. Обеспечение пожарной безопасности. Также сотрудники МЧС уже начали проверку пиросехники. Насколько правильно хранят ее продавцы. Так что дел у спасателей в эти дни немало. Направление, которое более масштабное, это обеспечение безопасности массового пребывания, массовое мероприятие, посвященное новогодним и рождественским праздникам. Это наши традиционные мероприятия праздничные. МЧС здесь инициировало проведение выпуск постановления правительства Российской Федерации о проведении внеплановых проверок согласно действующего законодательства именно в отношении мест с массовым пребыванием детей. Выпуск подошел к экватору, но за пульт хвататься пока рано. Для тех, кто к нам только подключился, напомню, в эфире новости на своем. И вот о чем расскажем далее. Посуда, продукты, сладости, предметы интерьера – все это сделано ставропольскими бизнесменами, участниками третьего городского форума предпринимателей. Все подробности в сюжете. Праздничное настроение за три недели до Нового года. Ставрополь посетит главный Дед Мороз страны. Об этом и не только расскажем далее. Продолжаем выпуск. Темную проблему с проходом к многоэтажкам в Ставрополе вскоре должны осветить. Напомним, жильцы домов по улице Шпаковской обратились к нам с просьбой помочь. Долгие годы им вечерами приходится возвращаться с фонариками. Рассчитывать на работающие фонари жителям придется, скорее всего, в будущем году. Эти фонари, видимо, были построены при строительстве данного дома. На данный момент к ним не проведено ни электричество, нет подключения. Это просто голый металл, ни лампочек, ничего. В течение двух месяцев где-то отпроектируемся и будем смотреть, какая именно затратная часть. Если там небольшие суммы средств, где-то у нас рядом находится ТП, то есть точка питания, то сделаем в следующем году. Сначала нужен проект, нужно понять, сколько это стоит. Займутся в администрации пешеходными трудностями жильцов. На это тоже жаловались жители с улицы Шпаковской. Правильно сказали, там шириной проезд 4 метра, который даже не позволяет сделать какой-то нормальный тротуар. То есть всего сделать, там не будет проезда, но сейчас будем смотреть, какой-то, может, альтернативный проход. Мы будем следить за развитием ситуации, пока проблема не будет исчерпана. Ну а теперь перейдем к строительству и недвижимости. Заметили, как города стремительно прирастают новым жильем. Редкая городская окраина не сможет похвастаться свежевыстроенными спальными районами. По этому поводу Краевой министерство строительства и архитектуры отчиталось о том, что в этом году в регионе ввели почти миллион квадратных метров жилья. Все это в рамках соответствующего нацпроекта «Жилье и комфортная среда». Получают долгожданные квартиры обманутые дольщики. Новоселье в этом году отметили почти 100 собственников. И почти 200 получили денежные выплаты. А в следующем году планы еще более масштабные. Достроят квартиры для обманутых дольщиков из Пятигорска. Это еще свыше 200 квартир. Ну и на все это Краевая казна потратит 180 миллионов рублей. Так что до получения заветных ключей осталось недолго. Ну а в станице Советской спустя 9 лет осветили храм. А в Ставрополе продолжают думать над проектом крупнейшей развязки. Новости из разных уголков края в нашем лаконичном обзоре. В станице Советской, это Кировский городской округ, осветили храм. Построить его на месте разрушенной в годы революции церкви активно помогали казаки. Первая служба была проведена в день Архангела Михаила еще в 2010 году. И спустя 9 лет состоялось ее долгожданное освящение. Участвовали архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт. Служба собрала не только прихожан и учащихся в воскресной школы, но и жителей соседних поселений. Многих причастных к восстановлению храма архиепископ наградил грамотами. Многоуровневая развязка перекрестка Кулакова-Ленина может стать самым крупным дорожным объектом Ставрополя. Проект реконструкции сейчас разрабатывают. По поручению губернатора края вопросом по строительству крупной развязки занимаются в Министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края. Ориентировочная стоимость проекта варьируется от 3,5 до 4 миллиардов рублей. Развязка должна разгрузить городское дорожное движение. Большой волонтерский слет «Вектор в будущее» пройдет в Железноводске. Лидеры волонтерских движений поделятся опытом с участниками форума и расскажут о планах на следующий год. Для них проведут мастер-классы по ораторскому искусству и СММ. На сегодняшний день в Железноводске действуют 11 волонтерских отрядов, которые активно участвуют в жизни округа, помогают организовывать международные и краевые мероприятия на территории города. Градостроительство и торговля, налоги и туризм. Диалоги на самые востребованные темы объединили в себе площадки Ставропольского форума предпринимателей. В краевом центре он проходит уже в третий раз. Как собираются и взаимодействовать участники, узнала Ирина Ивановская. Напоить ставропольцев согревающим кофе или накормить вкусными продуктами. Одеть, обуть и создать еще тысячу разных предметов для жизни, работы или досуга горожан. 40% экономики Ставрополя создает малый и средний бизнес. Он же приносит основные доходы в городской бюджет. Пусть поля кинзы или люцерны у Юлии растут в размере микро, зато пользы и витаминов жителям приносят не меньше, чем те, что растут на плантациях крупных агропредприятий. Весь смысл заключается в том, что мы выращиваем все эти виды до стадии первых двух листов. В этот момент заключается вся польза растений. То есть получается, что вы съедаете небольшое поле гороха или небольшое поле краснокочанной капусты. Представляете, сколько витаминов. Выращивая микрозелень, ей параллельно приходится решать вопросы субсидий, налогов, рынков сбыта или аренды. То есть развивать бизнес. Как избежать трудностей и в какую сторону двигаться, бизнесмены и власти города обсудили на Стваропольском форуме предпринимателей. Его проводят уже в третий раз. Участников все больше, а темы бесед все шире. Это IT-сектор, налоги, актуальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в сфере налогообложения. И риелторская секция. Государственная кадастровая оценка, которая состоялась в этом году. Много вопросов, проблемы бизнеса. Наша задача их проинформировать, им помочь. Потом сектор городского туризма. И после этого будет мастер-класс. Местные власти заинтересованы в развитии предпринимательства. Не только в экономическом, но и в социальном плане. Силами бизнеса, в том числе, строятся дороги, скверы. Услышать проблемы деловых людей, найти пути их решения, цель площадок форума. В целом же такие обсуждения нужны по всему краю, уверены организаторы. А открытый диалог – важный элемент, который сделает совместную работу бизнеса и власти результативнее. На то, чтобы отыскать решение на болевшие проблемы или наоборот рассказать о своем успешном опыте ее решения, у Ставропольских предпринимателей есть один день и несколько секций. А на форуме побывали Ирина Ивановская и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. И теперь хорошая новость для жителей сел. Там зачастую вопрос наличными или картой в магазинах в принципе не звучит. Но проблема отсутствия банкомата в маленьких населенных пунктах края решена. Теперь для того, чтобы снять наличные, не нужно ехать в райцентр или город покрупнее. Деньги выдают просто в магазине. Сбербанк продолжает реализацию проекта «Агентская сеть». Как она работает, выясняла Александра Бакалюк. Трасса Ставрополь-Ростов. Въезд в село Красногвардейское. Повышенный трафик. Дальнобойщики, пассажирские рейсы, путешественники, жители близлежащих населенных пунктов. Вопрос, где снять наличные, здесь решен в магазине, у дороги. Уже несколько месяцев здесь успешно работает система кэш-аут от Сбербанка. В ее удобстве убедилась и Наталья Иванова по пути в Ростов. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а я у вас банкомат здесь подвезу? Что хотели? Положите. Нет, нет денег. Денежки снять вы у нас можете. Мы предоставляем такие услуги сейчас. Как хорошо. Потому что вы меня очень сильно выручили, конечно. Ну, давайте. Мне вообще нужно было снять денежки с карточки. А банкомат, оказывается, здесь далеко. А я еду в Ростов. Ну, очень мне понравилось, что здесь есть такая услуга по снятию денежек. Да, потому что очень удобно. Для того, чтобы обналичить карту в магазине, достаточно несколько действий. Сделать покупку и попросить, чтобы вам выдали нужную сумму наличными. По словам продавцов, системой агентская сеть от Сбербанка с каждым днем пользуются все больше людей. Водители у нас часто, дальнобойщики. У нас трасса здесь. Покупатели часто заходят к нам. И дальнобойщикам нашим удобно. Они тоже здесь денежку обналичивают. Не всегда едут с наличными деньгами. А иногда нужно на дорогу, на такие мелочи. На сегодняшний день практически во всех районах Ставропольского края есть магазины партнера Сбербанка. Снять наличные с карты можно в 70 точках. Удобно, быстро, а самое главное – доступно. Поначалу было скептически, но сейчас проект набирает свою, как говорится, широту воздействия. Люди более активно начали пользоваться данной услугой. Кто-то уже даже есть где-то постоянные клиенты, кто уже знает, что это очень удобно, что это необходимо. Проект «Агентская сеть» или «Кэш-аут» от Сбербанка и дальше будет расширяться и развиваться. В новом году к системе подключится еще несколько населенных пунктов, а их жители будут иметь возможность не только снимать наличные средства, но и оплачивать свои коммунальные услуги. Александр Бакалюк, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Ну и теперь настало время для новостей спорта. Все о них знает наш обозреватель Герман Кудияров. Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? У меня все здорово и также все здорово у наших дзюдоистов. Рассказывай, как у них здорово. Ставропольские дзюдоисты заняли первые места во всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. Назывался турнир патриотично «Кубок Петра Великого». Для участия в соревнованиях Министерство образования Ставропольского края отправило сборную команду, в которую вошли шесть воспитанников краевой детско-юношеской спортивной школы. Нашим ребятам пришлось непросто. В числе их соперников спортсмены из 24 регионов Российской Федерации. Копилки Ставрополья две золотые медали у Игоря Даченко и Софьи Малышевой. Серебро взяли Олег Кондраков и Аглая Яконтова. Ну что сказать, красавцы и красотки. Если вы не следите за гандболом, то пора начинать. Тем более, что игрок Ставропольского Виктора Вячеслав Касаткин попал в расширенный список сборной России по гандболу. В январе в Швеции, в Норвегии и Австрии пройдет чемпионат Европы. В заявку попали 28 спортсменов, среди которых также три воспитанника Ставропольского гандбола. Это Тимур Дибиров, Игорь Сорока и Константин Игропула. В групповом этапе нашим парням предстоит сыграть с Венгрией, Данией и Исландией. Догони Деда Мороза. Спортсмен из Железноводска Игорь Манджас готовится к новогоднему забегу по городам Кавказских минеральных вод. Атлет планирует преодолеть дистанцию от порядка 70 километров. Стартует он в Кисловодске, далее спортсмен побывает в Висентуках и в Пятигорске. Ну а финиш его ждет в Железноводске. Забег состоится 28 декабря. К Манджасу сможет присоединиться и любой желающий. Участники должны будут пробежать в шапках Деда Мороза от одной новогодней елки до другой, также в других городах и провести хоровод вокруг каждой из них. Игорь Манджас креативный спортсмен, а еще, видимо, он мог бы работать тем самым томодой, у которого конкурсы интересные. Ну что ж, Никита, у меня все. А на выходных у нас что-нибудь будет такое спортивное? Да, наши гонболисты сыграют против перских медведей в 14-м туре чемпионата России. Ну тогда расскажешь уже после выходных. Да, будем болеть. Удачи. Спасибо тебе. Это были новости спорта и напоследок еще одна новость. На этих выходных Ставрополь посетит главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Зимний волшебник приедет 8 числа в воскресенье и посетит два детских дома и центр социальной помощи семье и малышам. А в понедельник горожан приглашают на праздник, который пройдет на площади у Дворца культуры и спорта в 2 часа дня. Кстати, в этом году главный Дед Мороз России посетит 28 городов страны и в каждом устроит новогоднее гуляние, так что не пропустите. И на этом все. А если у вас есть новость или проблема, которую хотите поделиться на весь край, то пишите нам в WhatsApp и Telegram вот по этому номеру. Также присылайте фото и видео, попытаемся разобраться. Ну а далее у нас прогноз погоды. Все об этом знает Яна Лукошкина. Она уже в студии и готова поделиться информацией. У меня же на этом все. Меня зовут Никита Шишков. Хорошего вам вечера, хороших выходных и увидимся. Здравствуйте, дорогие телезрители Своего ТВ. В эту пятницу морозы нас пугать не станут. Дневные температуры в крае со знаком плюс. Итак, подробнее о погоде на 6 декабря. Прямо сейчас. В Ставрополе облачно. Днем температура поднимется до плюс одного. Ночью минус три. Без осадков. В Изобильнинском и Новоалександровском городских округах днем до плюс пяти градусов. Ночью ноль. Малооблачно, без осадков. На курортах сильных морозов тоже не будет. В Пятигорске и Минеральных водах днем плюс четыре. Ночью минус один. В Кисловодске немного прохладнее. Днем плюс один. Ночью минус шесть. Ясно и без осадков. Переходим к восточной территории Ставропольского края. В Ипатово и Дивном облачно. Плюс четыре. Днем ноль ночью. В Буденновске, Нефтекумске, Арсгире плюс три. Днем минус два ночью. Переменная облачность и без осадков. Кстати, люди верили, если 6 декабря. Облака редкие, то погода будет холодная, но без осадков. А вот если облака горят на закате, будет ясная погода. Солнце за тучами – предвестник урагана. Ясный месяц на небе – к стуже. На этом о погоде все. Увидимся на Своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова